Ваш земельный участок попал в перечень. Сотрудники муниципального земельного контроля совместно с министром имущественных отношений региона Натальей Одегамовой проверили регистрацию объектов капитального строительства в одном из кооперативов Одинцовского округа. Данные о таких постройках получают методом аэросъемки. Была аэросъемка территории, далее сверка с Росреестром, было наложение и с данным Росреестром показалось, что на данном земельном участке есть объект, на который отсутствует право. Поскольку съемка на сверху, то есть не видно капитальный объект или не капитальный. В данном случае объектом оказался навес для автомобиля. Прямо на месте данные о нем заносятся через мобильное приложение. Такой объект не относится к капитальным постройкам. Все другие строения на участке добропорядочный хозяин оформил своевременно. Говорит, так спокойней и безопасней. Даже в тот момент, когда у меня появилась земля, я ее сразу зарегистрировал. И начал строительство после того, как была зарегистрирована земля. Это удобно во всем и даже в своих личных интересах. В фокусе внимания МОН земконтроля – земельные участки, объекты капитального строительства. Дома, бани, объекты вспомогательного назначения. Основная задача – не наказать, а помочь и подсказать, говорят сотрудники. Только после регистрации он становится объектом охраны. Обретает юридическую силу, его можно продать, передать, сдать в аренду. Для нас принципиально важно было сегодня приехать именно на территорию СНТ. Почему? Потому что в настоящее время продлен закон, федеральный закон. Не буду называть его долгое юридическое название. В простонародье все его понимают как дачная амнистия. Это упрощенный порядок, который предполагает, что человеку для того, чтобы зарегистрировать право, нужно всего несколько документов. Технический план на построенный объект, декларация, которая может быть заполнена в МФЦ. Ну и, собственно говоря, предъявление паспорта гражданина. Построил объект – зарегистрируй. Подчас многие об этом даже не знают или откладывают в долгий ящик. На деле процедура оформления не отнимет много времени. А органы власти и сотрудники муниципальных служб стараются максимально упростить ее и помочь. Наша задача – помочь человеку. Первое – понять, что ему это нужно зарегистрировать. Второе – рассказать, какие документы, где их можно получить и как их в упрощенном порядке можно сделать. Ну и третье – естественно, спрямить все возможности государственной регистрации прав на эти самые объекты. По словам Натальи Адегамовой, в этом году земельный контроль Одинцовского округа проверит более 1400 земельных участков с незарегистрированными объектами недвижимости в СНТ и на землях ИЖС. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.